итак север сэндопгай и мы как обычно начинаем играть кайзер шизу на сша но пойдем мы по интересному пути одного интересного молодого человека в синдикатах думаю из названия вы уже знаете а мы начинаем если вы вдруг еще не подписаны обязательно подписывайтесь поехали и как обычно встречать лорный ивент но в целом мы уже примерно все это и так знаем но самое главное что во первых ключи звук супер ивентов чтобы у нас внезапно какой-то музыкой не долбила и мы будем не разбираться с депрессией чтобы получить дополнительный власть для спа и в принципе мы будем как бы работать за спа насколько это возможно до начала гражданской войны а потом уже на них конечно пересадим пересадим я в теории могу конечно выбрать его президентом это какие-то еще бафы все сделать но я думаю из-за этого война начнется позже гражданская поэтому давайте все такие сделаны тупик чтобы она началась прям побыстрее и сядем конечно же побыстрее за дикат и кучу тетементов там крах биржи происходит сп отправлять заявки в конгресс это все нам есть известно ничего тут такого коллекция разрушит демократической системы черный поделик она бьет выдвигаем бель и били на самом деле лучше сделать то что он даст нам дополнительную власть для спа а вот уже вот эти лучше не делать чтобы вот это вот все еще сработало и при этом дал политической власти опять-таки снова спа вот сенаторы входит из строя мы попробуем договориться с спа то есть мы договорим стал спа получает больше власти а бель проходит да вот она плюс власть плюс популярность популярность плевать власть и все время не до конца уверена что это влияет опускай лучше будет чем не будет захвата наши плантации барги поддержка оппозиции однозначно и бель приняться мы тут оба им инфраструктуру построить не уверен я что получится но граммире попробуем и также мы тут немножко еще бафов получим о и винтиком скорости совсем стрелим и вентами совсем нам абсолютно без разницы что выбирать еще исследования какие-то было бы неплохо поделать успеть вообще так подумав вот это наверное мы не успеем сделать а какие-то допустим авиационные быстротехи может быть опять ивенты по выборам поддерживаем где можем конечно же наша спа где можем задебафать каких-то наших противников дебафаем еще плюс вина спа плюс власть спа он хокинга то же самое спа получает власть агустрика помощь держите новый промышлен акт россии при этом побеждают кдп конституционно-демократическая партия посмотрим во что тут все придет идет растущая радикализация нас это устраивает и вот готов новый промышлен акт тоже социалистическая партия америки должна получать фактическую власть и планты на стирание верфи остается лица губернатор убит ударить я думаю надо по клану речь макартера я думаю оставим его хотя в целом тоже это нам без разницы вот нас последние вещи готовы социалистической партии америки должна получать власть и у нас 105 дней до депрессии но вообще по моему чуть дальше мы будем вообще на самом деле жить тем не менее я примерно под это и целюсь по исследованиям чтобы перенести нормальный след то есть вот это я скорее всего не успею какие-то авиационные вполне битва в арканзасе можем нанести удар по кому-нибудь америка прежде всего старать демократическое да я не против нанести удар по обоим разговором и картура мама картура мы откажем происходит напряженность между радикалами так как это супер много винтиков и те политический класс если что радикалы интересно и потому что у нас уже совсем скоро должны быть кстати говоря когда в ноябре до всем скоро и правда будут уже выборы а там как бы конец нашей прекрасной америки я уже начинаю следовать аж морские тихи надо когда мы следуем морские техи это реально уже конец америки потому что это самое одни самых быстрых техов что-то из этого мы хотя бы успеем следить остальным и вы просто уже не успели они бы не перенеслись а если что в этой локализации destroyer то есть эсминец перейдем как разрушитель блядь ну ну ладно и так президентские выборы избирательный тупик и здесь мы берем эвакуироваться а в целом без разницы и начинаются у нас статьи венчики так это мы а класс начался здесь признаем почему нет не хватило не хватило четырех дней кстати говоря ладно мы переходим на синдикаты заранее не будем ждать потому что иначе искал очень то делают уже сразу начинаю поднимать ополчение портрет хэйвуда на принципе пускай остается сразу включаем 5 супер ивентов так и вдруг он все еще будет включен что все равно как будто было бы включен и у нас здесь наша настроенная инфраструктура кстати говоря достаточно приятно и тихи как я и говорил да не все передались то есть здесь вообще ничего не недоисследовалось но по крайней мере остальные как будто да и лишь к сигаре взял правильные техи внезапно наследование кроме вот этого нам нужно все-таки рассредоточенная промышленность ну что ж теперь мы делаем здесь какие-то на границе войска я думаю здесь у нас как вы помните может не помните будет еще одна страна участник гражданской войны которая ключ с нами мирный договор нападение на некоторое время следовательно мы можем целиться воевать именно не с ними а с вот этими этого федералистов мы попробуем задушить первыми затем уже пойдем вот сюда чтобы у нас был такой более-менее уверенный в себе фронт так что давайте как-то так и делать и тут нас федеральное сопротивление клан растет менит мэн и легион очень много нам накинули дебафов они все очень неприятно конечно в сумме и давайте выберем себе шаблон пехоты основной он как будто вот это мы будем делать значит мы делаем вот так делаем сразу нам поприятней здесь чтобы состояла это вот так как для меня более естественно ну и так и теперь мы делаем под пожалуй так раз нам будет давать винтовки все что-то производить так сделка от американского союза до можете вере отказаться получить бафы но нет мы согласимся конечно чтобы было попроще первое время воевать не забываем обязательно и как сделать и можно их чуть-чуть успеть пообучать чтобы они хотя бы не обстрелянных убрали себе простый флот эсминцы либо крейсеры крейсеры у нас минус 15 процентов скидка на производство так он соглашается отлично кораблей мы бы по производить сфере наверное реально крейсерозапровождение но у нас к сожалению нету вас есть скидка на тяжелые корабли да есть те говоря как будто двойная выглядит странно у нас и нету типа это это да это совсем не то что нам хотелось бы ладно наверное попробуем ли они крейсеры поделать но не сейчас сейчас поделаем то что у нас есть говорится это просто эсминцы я думаю да так военные дебаты тут нам надо взять господи у нас тут уже не тот фокус стоит на флот вот пока посидит посидит говорится нам нужно цитрийская реорганизация что здесь самые по ощущениям нормальные бафы следовательно нам нужны централисту тося все отлично и не забываю сразу начать делать агентство агентство нам очень нужно очень нужны на военные заводы но с этим потихоньку потихоньку сейчас настроим любит вас за нью-йорк мы ее убеждаем итак первые ополченцы появились это такие все войска вот наверное их я я бы если что сюда бы отправил что мне федералистов надо пропушить а вот этих как раз таки сюда эти сделаем вот так и перестанем их обучать они получили то что я хотел убрали себе дебаф руководство армии смотрите-ка планирование это все не очень организатор суп припасов либо бронетехника наверное все таки возьмем вот это пока что потом вообще поменяем на более интересного и сейчас мы еще вот этих ополченцев до поставим вот на север а всех следующих будем распускать на винтовки людские ресурсы потому что нам очень не хватает винтовок смотрим если война не будет начинаться у нас все еще будут лишние ополченцы как будто бы мы будем распускать еще и лишних нам потому что очень важно именно сделать хоть и ограниченная но очень боеспособная армия все же у нас забастовка надвигается да да это мы все и так знаем так просто в сеть говоря это же не решит какие-то там у меня очень важные нет все здесь у меня включающий но это не требует выборов так что это это именно выбор советников и здесь мы возьмем себе на авиацию на из истребители по классике хотя них у меня их и особо и нету на 50 самолетиков бедных давайте их начнем тренировать кроме этого у меня нету только 50 очень слабеньких хиленьких истребителей и началась гражданская вторая мировая гражданская способы странировая американская война гражданская и теперь можно пораставлять фельдмаршалов вот этого наверное поставил себе фельдмаршалом если не найду никого лучше нас приспособил да у нас есть приспособление кстати говоря до генералов много но прям хороших мало и думаю возьмем морис рос вот это вот фельдмаршалом что-то эти перки они ранения не будет получать на фельдмаршале это дополнительные проки атаки будут это дополнительные проки атаки вот это верю должен очень быстро раскачать себе атаку да наверное так сделаем сюда как раз ски мы уже поставим парня на способленцы нам не нужно более так сказать активно парня с атакой и стороны допускает танковый парень а сюда уже что получится уж как-то так наверно вы приходим битву это думал скачу все еще тренится и прямо сейчас вообще войск даже особо и нету надо этим пользоваться очень быстро я бы сказал и начать наступление как мы сможем давайте да давайте не тормозить и активно пользоваться тем что здесь не прикрыты никакие туза мы буквально просто моментально берем вашингтон наши моторизованные войска просто забегают здесь нам закидывают добровольцев и линдлис мы все это принимаем так теперь здесь вопрос насколько я понимаю это у нас как раз таки основной фракциям мы хотим получить себе если что это вот бернхэма чтобы их получить варианты которые дают поддержку социал-патриотом социал-патриоты это хороший вопрос кто такой суд с дем или рад соц соц тем где рация то есть вот это вот не нужно верно верно давайте сюда тогда сейчас я сам уже слышу за потому что вот этот путь ребята это вот этот путь и в моей голове сейчас борется два санитара один говорит пойти за капоны а другой говорит пойти восхождение технократия и мы пойдем в технократию так что да мы пойдем я выбрал правильном пойдем в технократию у нас подъехали военные заводы как неожиданно и приятно это это да это очень приятно раз давайте начнем делать как бы готовим сразу армия которая будет побеждать все не только в гражданской войне сигаре вот все тоже я вижу где у нас можем наступление какое-то организовывать здесь где-то не двигать хотела да чё без игре не очень можем что просто моторизованные войска блин моторизованные войска это имба здесь потому что не за дивизии никаких так здесь тоже синдикалисты-то листа либо эти вот вот этих вот выбираем и вот о чем я говорил тут ополчение поднимается в факту это просто доп винтовки и люди для нас сразу поднимаю нью-йорк на 15 ополченцев кайф еще добровольцы чувство что мы очень быстро закончим за сникалиста фото гражданскую войну эти моторизованные дивизии нам должны очень помочь в этом конечно а федералисты ребята федералисты уже сдались так а нет это канада да мы разберемся канада еще это я вам скажу было очень быстро не будем останавливаться получается честно говоря даже не успел чей-то ступление нажать на эту страну но ну и ладно следующее воин экономика так у нас уже поставил все говоря видимо каким-то ивентом бы что-то всем просто велась это время на походу тут же что и заспавнил нам наверное военные заводы понимаю так и кей это меня устроит на следующая политка идет на такие военные духи и так еще один ивентик тут ультиматум тоже мы не должны поддерживать синдик листа должны вот так делать что почему-то дивизии не хотят первые проблемы что такое первые проблемы а еще 10 дней жесткие дебафы и я понял ничего мы со всем справимся обязательно но я вижу что нас давят вот здесь вот на западе но что я могу сказать будем просто отвечать на востоке и нас отступать вперед известно прекрасная тактика но еще у нас на самом деле очень большой флот пойдем душить их и так тут тоже у нас варианты но что 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 у этого парня за партия уторизм вообще кстати говоря плен тотализм но при этом но при этом вот здесь ждут это делать надо все равно выбирать с земли рассос да все правильно короче говоря они социал-демократы короче говоря под забирают власть а потом все парни присоединяются и потом уже начинают борьбу и потом уже мы переходим обратно к тоталистам как я понимаю ну что я могу сказать мы всех этих переделаем тоже в нормальные дивизии и начинаем кроме того еще здесь делать нормальные дивизии дополнительно только давайте вы сначала пополнитесь сможете и да не перестаем поднимать ополченцев а еще надо вот эти вот удары нанести чтобы я так понимаю вот эти модификаторы ослабить или вообще убрать наверно раз есть сильное сопротивление разное организованное беспорядочное наверное постепенно но может вообще пропасть либо будет ослабляться пока не пропадет скажем так у нас прошли первые проблемы и наконец-таки наверное у нас дивизии найдут начнут вместе атаковать да так что такое она в англии нет да все дивизии все вместе атакуют господи слава богу вот ассоциал-патриот и власти ну да мощь это мы добились того чего хотели она бы такая он существует интересных сфере а дополнительно дивизии здесь да я хотел бы добавить это нам все обязательно нужно целом позитивно пока что все здесь по чуть-чуть буквально отступили но это все пыль потому что очевидно у нас дивизии были еще сформированы ультер радикалы разбито отлично и основное наше наступление будет сейчас начинаться именно с востока и давайте наступление на ростки прежде конституционная америка тихоокеанская а то все правило конституционная поехали так поддержать черный пояс это кто до местные повстанцы да давайте пускай там начнутся я не против я вижу можно помочь вот этим ребятам войне я бы так и сделал кстати говоря чему нет но конечно ограничено качаем тут бафы на артиллерию это нам нравится и нам бы на самом деле радио очень хотелось бы выкачать поэтому я наверно вместо вот этой техи начну качать радио уж очень не хватает пополнения а еще можно подвести вот сюда флот он оказывает поддержку с моря где может конечно же здесь мы тоже начинаем наступление у нас есть бафы у нас хотя бы нормальный шаблон уже тут еще одна армия вот здесь вот резервы готовим в общем-то все движется в нужном направлении лицо сашрам предлагать свою поддержку нет нет мы не настолько отчаялись мы справимся своими силами так воплощенцев фон там накидывают они очень неплохие так сыру будет создана сейчас этом нет необходимости поддерживаем все как обычно наших таких ребят и показал краски на разведывательном агентстве нет я говорю про ребят по пути которых мы хотим пройти красный пиратский лорд великих озер и счет не вижу прямо интересных адмиралов здесь честно говоря ну ладно ну мы делаем такую более нормальным отрезанную дивизию все-таки да их можно здесь как применять мы вполне сможем выключить все генерала на это дело так что да давайте и будем применять как-то вот так мы сделаем к немножко пополнится возможно я бы сделал еще дополнительных несколько дивизий здесь пока штамм для этого нужно будет делать машинки так что машинки поднимаем повыше пожалуй прибыли голландские волонтеры ого а их еще нельзя расформировать вот то что их нельзя расформировать конечно ужас ну пускай вашингтона охранять не знаю смотрите помните вот эти ребята я помню их еще мальчишками которые не знали войны уже я вижу них полноценных бойцов они уже те видите обучен тот вообще регулярные тут уже обучены степенно постепенно они познают эту войну ну и мы начинаем выполнять вот эти наши дивизии конечно будет все сейчас не хватать но то что будет хватать то будет заходить дивизия мы не меняем ну мы как бы не убираем ничего из него мы только добавляем поэтому куда добавится хорошо куда не добавится ну получается уже диверсанты мы конечно отомстим за такое так сбавиться от клада мы сейчас видимо будем почти что полностью избавляться от этих всех дебафов хорошо что дивов и потихоньку потихоньку но поддушивают конечно личность рейсов открыто губа когда-то можно уже я кажется не то чтобы прям супер много всех для этого но вообще можно уже типа нам не нужно много для изи для этого вас есть здесь дивизии которые мы можем на самом деле выделить на это понятно что они не самые лучшие но как бы и не думаю что на купе дивизии сильно лучше соберем кого-то генерала которого были бы не против раскачать вот этот допустим и берем у него несколько дивизий и готовим высадку на кубу они тут у нас теракты планируют нет мы такого здесь позволить конечно же никому не можем кстати говоря выскими натолкнули на мысль о том что мы можем высадиться вот сюда или вот сюда и открыть еще один фронт так сказать и оттуда начать пушить как раз таки вот этой вот армии у нас есть на это ресурсы давайте может так и сделаем после куба и я пока как обучил вы как они готовы можно принципе готовится нападать их все говоря здесь тоже я думаю достаточно скоро поделать ланту мы уже взяли до падение достаточно быстро мы кстати говоря не всем не такие что и критические потери 300 тысяч против 80 учитывая то что мы воевали половину войны какими-то зелеными юношами то очень даже ничего и можно потратить команды очки на прокачку здесь важных перков эти ребята я думаю уже готовы почему не детка надо еще вот так сделать поехали кстати говоря кто-то пытался кто это конституционная америка пыталась что ли к нам высадится или что это такое как будто вообще из-за нашего зеленого моря наверное она не могла бы но все равно просто что это какая-то не знает торговля на столько конвоев как будто у нас там доступно наступление на националистический фронт моего снова конечно же нажимаем и начинаем по жесткому атаковать здесь мы берем гавану разки по таймингу все 6 дивизии начинают атаковать и гавана взята у кубинцы думали мы вас не достанем вас не переиграем и вас не уничтожим вас переиграем и уничтожим конечно же такие все стороны в гражданской войне кстати с этими ребята мы все еще не воюем как будто скоро был и нам очень пригодилась бы их нефти честно говоря в наше настоящее время вот конституционная америка пала и мы забираем у них все регионы и весь флот что на этом думаю по закончим и первую серию мы уже блин мы даже зашли чуть дальше чем я хотел в первой серии как-то я заигрался все это 4 мы наверное добьем вот эти обе страны против минус посмотрим и будем уже восстанавливаться гражданской войны самое главное типа нашим политическим фокусом и как-то готовится распространять конечно же революцию на своем ряд был логой распространяйте лайки на мои видео комментарии не забывайте про twitch не забывайте про дискорд и до скорых встреч пока